С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 29 октября, год 2019, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале, как и обещал, про Ливан. Достаточно большая тема. Мне придется, да как последняя ливанская программа была достаточно давно здесь у нас, Бутик-политик. Придется освежить в нашей памяти ливанскую политическую систему, во-первых, ее устройство, 43-го года, пакт. После этого немножко истории, чуть-чуть. И непосредственно сама ситуация с вытекающими из нее последствиями. Что это может означать для региона в целом, для Израиля в частности, ну и, естественно, для самого Ливана. Та ситуация, в которой сегодня Ливан находится, учитывая последнее развитие, последние новости об отставке премьер-министра Саада Харири. Вот. И достаточно свежую историю его задержания в Саудовской Аравии, надо напомнить. Там много есть что сказать. И не знаю, что в итоге после этого у нас получится сделать. В зависимости от того, сколько времени у нас останется, мы дальше пойдем, вернемся к Брекситу, потому как там есть достаточно такая динамичная ситуация возникает, потому как возможно, что выборы все-таки будут поддержаны парламентом, потому что лейбористы вроде бы их поддержали. Опять же, официальное голосование должно пройти. Оно пока еще не прошло второе, я имею в виду, голосование. Вот. Но есть у этого всего интересная тоже такая динамика. Я боюсь, что на этом нам придется остановиться сегодня, по причине нехватки времени. Но. Если время останется, то Аргентина. Как и обещал. Если нет, значит Аргентина, Чили на завтра. Если, опять же, никакого emergency, ничего срочного не произойдет. Вот такой план на сегодня, друзья. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает. Вот. И Нью-Йорк, Майя, Филадельфия. Или смотрят на аппликейшн Руисэй Радио везде, в любой точке земного шара. Вот это можно делать. Вот Руисэй Радио Эпп. Или на iHeart, тоже, опять же, на американском континенте. Там можно, по крайней мере, в прямом эфире слушать. Вот. Все остальные. Саундклауд, Ютуб. Теперь почти все программы выставляются после этого на Ютуб. Вот. Кто засмотрит или слушает на Саундклуде, ищите меня, пожалуйста, в Фейсбуке, Твиттере. Задавайте ваши вопросы там, потому что, естественно, это не прямой эфир, а запись. Последние несколько лет Ливан, в принципе, демократическое ведь государство. Единственное, что проблема там есть, которая мешает ему быть полноценной, наверное, демократии. Да и в любой, наверное, сегодня стране Ближнего Востока очень есть какая-то определенная, даже если страна кажется демократической по своему устройству, есть определенные ограничения. В Израиле есть такие ограничения тоже. Вот. В Ираке, как мы понимаем, тоже они есть. В Ливане ограничения на настоящую демократию накладываются на тем, что Ливан не может быть до сих пор государством всех его граждан. Во-первых, очень большая часть, несколько сот тысяч человек до сих пор проживающих на территории Ливана, не имеют там гражданство ливанского. Я говорю о палестинских беженцах, которых там, по-моему, 400 тысяч до сих пор на сегодняшний день. И они, основная их масса оказалась там в 70-м году, после того, как король Хусейн и Орданский подавлял палестинский мятеж и давил их танками, они бежали. Вот. ООП, конечно, сильно было в этом виновата организация освобождения Палестины, которая там действовала, Черный Сентябрь, там разные палестинские группы. В общем, кончилось дело тем, да, немножко истории, чуть-чуть, да, совсем, чтобы понимать, что происходит реально в каком свете. Вот. Кончилось дело тем, что... Баланс сложный, баланс пакта 43-го года, когда Ливан был создан, он распределяет влияние религиозных конфессий внутри сложного этого слоеного пирога и ливанских межэтнических и межконфессиональных отношений. Вот, межконфессиональных, простите, этнически они все арабы. Вопрос, какие они арабы, в основном арабы, да? Ну, есть еще друзы, которые тоже, в принципе, арабский этнос, наверное, должны мы это сказать. Вы знаете, что по конституции Ливана, по этому пакту 43-го года, возглавлять парламент должен всегда шиит, премьер-министром должен быть всегда суннит, и президентом страны должен быть всегда христиан. Вот, причем христиане, там в Ливане это марониты, христиане, католики. Вот, они, вот такое устройство было, и оно достаточно долго держалось, пока в 70-м году количество палестинцев огромное, совершенно, в основном суннитов, больше которых было, больше, чем христиан, которые прибежали в Ливан от короля Хусейна. Они прибежали туда, и они нарушили этот баланс достаточно серьезно. И это хрупкое равновесие было нарушено, что в итоге привело к гражданской войне, учитывая, не забывая то, что палестинцы-мусульмане не были, им не было даровано ливанское гражданство, а палестинцы-христиане, вроде бы, насколько я помню, получили такое гражданство, и Ливан их принял. В любом случае, так как этнический баланс был нарушен, простите, конфессиональный, межконфессиональный баланс был нарушен, то гражданская война, которая шла 15 лет, и страшная война с диким совершенно кровопролитием, я вам уже рассказываю, не хочу эти детали повторять, но, может быть, люди, кто-то сейчас слушают меня во время еды, и это может нарушить аппетит, я не буду. Ну, вот, тем не менее, мы знаем, что в эту войну в итоге ввязался Израиль тоже, на стороне христиан, в основном, конечно, да, на стороне армии Южного Ливана, с которой Шарон, в принципе, и с ее представителями договаривался, да, ну, я сейчас очень грубо все это пытаюсь сжать, для того, чтобы сильно много времени на это не потратить, да, в итоге Израиль в 82-м году зашел туда, опять же, для того, чтобы полностью устранить угрозу палестинского террора, которая с юга Ливана исходила, в этом это была цель, ну, и заодно создать буфер определенный, в итоге Бегину было обещано, что израильские войска там отбросят всего лишь ливанцев, отбросят палестинцев за реку Литани, это где-то 30 километров от границы, Шарон немножечко по, ну, по той информации, которая в общепринятой легенде, давайте скажем так, Шарон месинформировал Бегина, да, это легенда уже, потому что сегодня ни того, ни другого в живых нет, ни Бегина, ни Шарон, спросить ни у кого уже сегодня, да, поэтому давайте назовем это легендой общепринятой, что Шарон дезинформировал Бегина, ну, не то, что прям обманул его, но не договорил ему всю правду, вот, и в итоге, через две недели после начала вторжения, или через чуть большее время, израильские танки уже окружали Бейрут, вот, и заезжали в Бейрут, и классическая известнейшая фотография Шарона на танке, въезжающем в Бейрут, она существует, вот, вы можете ее в интернете, я думаю, найти. Значит, Израиль там надолго завис, война достаточно была, так была неплохим блицкригом, вот, я учился в шестом классе, помню, в средней школе, освещал в политинформациях ежедневно эти события, и получал нагоняя от своих, от всяческих, потому как понимаете, что свои позиции Советского Союза, она была совсем не произраильская, если не сказать наоборот, вот, а в моих иногда по информациях звучали определенные произраильские нотки, что, естественно, не нравилось. То есть, может быть, и нравилось некоторым учителям, которые были евреи тоже, но, естественно, не могла поддерживаться общим настроением в стране, антиизраильским, давайте скажем так, в тот момент, вот, в 82-й год. Это история. Значит, в 2000-м году Израиль оттуда вышел, не то что бежал, но достаточно быстро отступил при премьер-министре Бараки, и в те позиции, откуда Израиль вышел, его укрепленные пункты и так далее, и так далее, были заняты Хизбалой. Это был серьезный взлет популярности Хизбалы, потому как именно Хизбале была отдана, как бы, в глазах народа, в том числе и даже христиан, многих, да, и мусульман-суннитов. Именно Хизбала была той самой силой, которая вынудила Израиль выйти, поэтому это добавило ей популярности. Вот, и так, и неуклонно популярность этой организации структур росла. Кстати, как мы понимаем, военное крыло Хизбаллы — это всего лишь надводная часть айсберга, а есть еще огромная часть, которая совсем не военная структура, а структура политическая, структура благотворительная, Хизбалла поддерживает неимущих, Хизбалла — это госпиталь, Хизбалла — это работа для неимущих, Хизбалла — это много чего, это институт милосердия, Хизбалла входит туда, где государство fails, да, где государство не может исполнять свои функции, приходит Хизбалла. Примерно то же самое, что делают братья-мусульмане в Египте, и делали, по крайней мере, пока не стали совсем нелегальными. В общем, чтобы мы понимали, Хизбалла не просто популярна, потому что это сила резистанс, да, освобождение, сопротивление, или, как мы ее называем, террористическая организация, при этом она еще огромная совершенно структура, которая работает, поддерживает, а шиитские, изначально шиитское население считалось более бедным, чем сунницкое и христианское. Вот, поэтому, ну и естественно, да, это один из кругов всего того, что в Ливане происходит. Ливан сложная страна, опять же, по конфессиональной причине и по причине того, что Ливан, надо это обязательно сказать, является ареной противодействия и игры большого коллеги, двух главных сил региона, да, сунита шиитской этой оси, противостояния этого, да, Хизбалла поддерживает, как мы знаем, Ираном, сунницкие же группы, да, поддерживают, Аль-Муккабаль, по-моему, называется эта партия, она поддерживает, естественно, Саудовской Аравии, сам Саудхарири, нынешний премьер-министр Ливана, является двойным, у него двойное гражданство, у него гражданство Ливана, у него граждан Саудовской Аравии, что не мешает ему быть премьер-министром, и он та фигура, которая устраивает Хизбаллу тоже. То есть до начала последних протестов, которые последние две недели разрывают на куски Ливан, да, Саудхарири, в принципе, правил утверждение и согласие главной политической силы сегодня Ливанской, правящей партией, которая называется как Хизбалла, правильно. И поэтому Саудхарири одновременно являлся для нее фиговым листком, который прикрывал то, что на самом деле Хизбалла является организацией, которая совсем не друг Америки, которая большой друг Ирана и которая враг Израилю. Соответственно, если бы, допустим, Саудхарири, просто надо динамику понимать, чтобы понимать, что происходит. Если вот сейчас Саудхарири, подавший в отставку, выходит из правителя, его отставка принимается, Мишлем Аюном, что пока еще не совсем понятно. Он только подал сегодня. Принял ли Аюн, президент, христианин, президент Ливана, его отставку, бывший генерал, кстати, генерал в отставке. Принял ли он его отставку или нет, пока мне непонятно. Но, в принципе, Хизбалла, конечно, будет против того, чтобы эта отставка была принята. Вот. И если он принимает эту отставку, и для того, чтобы получить сейчас после выборов позицию, кстати, Мишу Саудхарири, потребовалось 8 месяцев от момента последних выборов в Ливане, и мы эту бутик-политик освещал эту всю ситуацию, 8 месяцев они не могли прийти к консенсусу. В итоге, под давлением Хизбаллы, в итоге все-таки Харири был назначен, Сунит, да, представитель Суницкого, как Суницкой группы в Ливане. И сейчас с его уходом, без этого фигового леска в правительстве остается Хизбалла, что подделает Хизбаллу vulnerable, да, то есть делает Хизбаллу легко подверженной американским санкциям, как союзника Ирана, который нарушает американские санкции против Ирана. Например, грубо сейчас говоря. То есть, всем же понятно, то есть, все, кто понимает, что в Ливане происходит, знают, что без Хизбаллы ни одного серьезного вливания политического решения нельзя принять. Сейчас мы говорим об истеблишменте. Об истеблишменте, нужно это понимать. Именно тех, кто правит Ливаном посреди нескольких десятилетий. Это истеблишмент политический. В этом истеблишменте сегодня Хизбалла, ее политическое руководство является главной силой, которая принимает решения и которая, как бы, является главным веиклом, да, главным мотором консенсуса политического, который позволил и Мишеля Аюну, христианину быть президентом избранным и позволил сформировать в итоге через 8 месяцев после общих выборов правительства. Как только садхарили, да, и это правительство оно сотрудничает из Саудовской Аравии, естественно, кстати, Саудиты, лично Мухаммад бен Салман, помните, пытался заставить, задерживал делал заложника из Харири, пытался, чтобы тот подал в отставку, французы вмешались, его выпустили, он тогда отказался от этой отставки в итоге и продолжил и Хизбалла на этом настаивал. И вот тогда был самый интересный момент, сейчас немножко будет сумбурно, но важно это сказать. Тогда Хизбалла настаивала на том, чтобы тоже поддерживал усилия президента Франции, Макрона, для того, чтобы Харири и Саудиты отпустили. Мухаммад бен Салман его отпустил, он его отпустил, не знаю, насчет его семьи. Кстати, в итоге выпустили ли его семью? Скорее всего, да, потому как тихо. Но, тем не менее, сами понимаете, методы действия Мухаммада бен Салмана уже тогда вызывали некоторую отрубку в международных политических кругах. Тем не менее, короче, эти восемь... Значит, Сауд Харири является вот этим как бы посредником между Хизбаллой и всем прогрессивным человечеством, грубо говоря, добежным миром. То есть, для Америки кто глава Ливана? Пример-министр, кто пример-министр? Это Сауд Харири. А то, что за Саудом Харири стоит Хизбалла тоже, и о которой его... благодаря которой он может управлять, да, и коалиция существует сегодня, которая существовала, которая правительство поздоровала функционировать, от нас не очень интересует, поэтому Ливан получает определенные деньги, военную помощь американскую, Ливан получает определенные вооружения на армию, естественно, не на саму Хизбаллу, вот, и Ливан наш был официальным союзником борьбы со Славским государством, хотя реально все понимают, что войну-то это вела Хизбалла. Вот. Такая немножко двоистная ситуация, и понятно, что если вдруг сейчас, да, это первый уровень проблемы, сейчас обсуждаем, это только первый круг. То есть понятно, что если в этой ситуации сейчас, да, Сауд Харири отставка его принимается, и Ливан остается без правительства, то оп, и естественно сразу механизм санкций американских может включиться, что Шейх Хасан Насрава бессменный лидер Хизбаллы, и главный ее мозг, главный ее, как бы, лидер, да. Понятно, что он не может эту ситуацию не понимать, обязан ее понимать. Проблема сейчас, это первый уровень проблем. Следующий, да, второй круг, да, перейдем на второй круг ада. Значит, второй круг ада в том, для ливанского истеблишмента сегодня, что эти протесты, которые начались, расскажу вам, не касались просто этого еще совсем ни разу, надо сказать. Протесты эти, которые начались, они начались в... Они начались потому, что правительство Харири, которое на самом деле считается достаточно серьезной ошибкой допустило в расходах финансов страны, вот. Ну и общая, как бы мы понимаем, ситуация сегодня на Ближнем востоке экономическая... Говорить об экономическом росте никак нельзя. Совсем. По многим причинам. Регион, на самом деле, в полном раздрае. Вот. Ну и не лучшие времена и для экономики мировой сейчас, как мы знаем. Поэтому говорить о каком-то росте экспорта, про индустрии, производства... Плюс мы понимаем, что на экономику огромное количество риских беженцев тоже оказало свою на ливанскую экономику. Больше полутора миллионов беженцев, о которых предупреждал Аюн. Мишель Аюн, президент Ливана, говорил, что если эта ситуация продолжится, то Ливан перестанет существовать как государство, потому что они нарушают, опять же, конфессиональный баланс, полтора миллиона беженцев. Учитывая, что все население Ливана до внедрения туда этих полутора миллионов было всего четыре миллиона человек. То есть больше трети населения добавилось постороннего. Вот. Которые, конечно же, дрейн. Вытаскивают сосуд ресурса из страны. Как бы ливанцы этого не хотели, приходится, да. Соответственно, это угроза большая, и, естественно, экономика страдает. Харири, ничтожесть умняшица, попытался ввести налог на WhatsApp-месседжинг. Сервис представляет себе, вы пользуетесь в WhatsApp-месседжинге, должны платить налог. Это взорвало ситуацию политическую. Люди вышли на улицы и потребовали полной отставки всего эстеблишмента политического, чтобы все ушли. Все, все, все. Кто все? Все, кто сегодня управляет страной. И президент, и правительство, и, естественно, руководство. Ну, все, короче. Парламентов, все. Харири сегодня как бы услышал этот крик и подал в отставку. Кроме него, пока этот крик никто не услышал, люди с улиц не уходят. И, с одной стороны, как бы лидеры протеста понимают, что, да, ситуация как бы произошла, и мы победили. В короткосрочной перспективе сегодня много посмотрел, почитал и посмотрел про то, что там люди на улицах говорят. С одной стороны, да, мы победили. С другой стороны, возникает ситуация, при котором теоретически гражданский уровень, гражданская война, возможно. Возможно. Вот. Теперь не просто возможно, а при определенном стечении обстоятельств, наиболее вероятное, вероятный outcome, да, вероятные последствия того, что сегодня происходит. Значит, Хизбалла пока сложно, да, мы должны это обязательно проговорить сейчас. Не совсем понятно, какую в итоге позицию займет шейх Хасана Асрава. Потому что, с одной стороны, помните, я говорил вам, да, что у шейха Хасана Асравы, у него вообще очень сложная проблема, вот эта decision-making, проблема выбора. С одной стороны, он ливанец, вы понимаете. И он любит свою страну, о чем он неоднократно говорил. И мы понимаем, глупо было бы подозревать человека, который родился в Ливане, что он не любит свою страну. С другой стороны, его... Как бы это правильно выразить? Его общешиитские обязательства, да, в данном случае, под ними я подразумеваю, поддержка режима Асада, на который ему пришлось положить тысячу своих боевиков, да, и огромные ресурсы, от которых до сих пор от этих потерь Хизбалла, конечно, не отправилась. Вот. И его обязательства перед Ираном, они как бы тоже, да, резистанс, да, это сопротивление, которое в шейском мире называется резистанс, оно существует, да, суннистскому диктату и суннистскому большинству. И поэтому всегда это сложная вещь такая, понимаете, с одной, да, я говорю, что тестом для шейха Санасравы будет приказ Ирана начать против Израиля реальные военные действия, потому что с одной стороны, как бы, союзнику надо помогать. И очень серьезные обязательства перед Ираном у Хизбалы и у шейха Хасана Асравы лично есть. Вот. С другой стороны, все прекрасно понимают, и это даже уже не нуждается в повторении, много раз, многократно уже было сказано, что в случае начала следующего раунда военного противостояния между Ливаном и Израилем, точнее, между Хизбалу и Израилем, это восприниматься будет израильским руководством как реально Ливана, израильское противостояние, а не Хизбалу, а Ливанское противостояние. И мишенью для израильских ковровых бомбардировок станет весь Ливан. И весь Ливан будет уничтожен. Это то, что говорили после войны шестого года уже все израильские руководители, Причем разных рангов Генералы, премьер-министры Которых было всего один, да, после Ольмерта В общем, короче, все это уже много раз заявляли Да, если в 2006 году Израильтяне бомбили только Дахию Бомбили только шиитские кварталы в Бейруте И бомбили шиитские базы И бомбили шиитские цели В Южном Ливане То в случае начала нового военного противостояния Весь Ливан станет мишенью легитимной Для израильской авиации Что, конечно, не устраивает Хаса Анасрау Который уже много раз говорил Что если бы он знал, к чему приведет То, та атака на израильский военный патруль В 2006 году на Гордов, да Он бы не начал бы Он бы эту операцию тогда не провел Он уже сказал это много раз Можно это найти подтверждение, я думаю, в интернете легко Теперь Это, значит, первый момент, да, момент сомнения Следующий момент сомнения, да, Хизбала в последние несколько дней Была замечена в том, что по ночам и по вечерам Они атаковали тенты протестующих Выходили, то есть сторонники Хизбалы Может быть, не сама Хизбала, но ее сторонники Выходили, типа, такие тетушки, подходили, били Дубинками людей, короче, атаковали тенты их Палатки их переворачивали, их столы Ну, короче, ранили людей Вели себя некрасиво, избивали протестующих Но это пока не без стрельбы Тут надо все время держать в голове При этом, да, что Стоит только стрельбе начаться Это вряд ли будет просто потушить Учитывая, что Вооружений в Ливане много Игроков много в Ливане Которые потенциально могут оружие использовать Я уже не говорю о том, что, в принципе, в домах людей есть оружие Ливан государства, в котором много вооруженных людей Дома хранят оружие Короче, не так, как Йемен, наверное, да В Йемене там, если я не ошибаюсь Если у тебя нет двух автоматов Калашникова Ты вообще не мужчина, да И я сам видел документальные кадры, когда двое человека Разговаривают там по бизнесу Поднимаются они еще до начала гражданской До начала того, что там сейчас происходит До 2011 года, да Они разговаривают И один из них там поднимает багажник Чтобы достать то ли сумку с деньгами То ли еще что-то И там лежат два автомата Калашникова в багажнике Это смешно С одной стороны, если бы это не было так грустно Но реально автоматов Калашникова в Йемене Больше, чем людей В Йемене население 20 миллионов человек Автоматов 24-25 миллионов единиц Поэтому, то есть нормально То есть как на Кавказе В Кавказский национальный костюм включается кинжал Вот так, в принципе, Елицкий национальный костюм включается автомат Калашникова В Ливане не такая ситуация Но тоже ребята вооружены достаточно серьезно До зубов страна вооружена Вот, учитывая, что с 75-го по 90-й годы Гражданская война, которая прошла Насколько я понимаю После нее никакого разоружения населения не было произведено Поэтому каждый, как бы, мочит, как он хочет Простите за это перефразирование известной пословицы То есть каждый сам себе хозяин, понимаете И теоретически, да А при этом армия Ливана, да Несмотря на то, что она в последнее время получала вооружение И в последнее время стала разными кругами Более серьезно восприниматься Армия Ливана Это некое такое Ну, она должна быть нейтральной, естественно Опять же, так как в ней присутствуют представители разных конфессий Совсем уже нейтральности сложно ее заподозрить То есть, наверное, у офицеров есть какие-то определенные предпочтения Да, если он шеид, значит, он должен, по идее, ему должна нравиться хизбаламан Да, если он христианин-маронит Там свои предпочтения Суниц, значит, свои предпочтения Но, в принципе, армия должна сохранять нейтралитет по Конституции Вот И военные способности этой армии Где-то лет 7-8 назад были серьезно проверены Когда палестинские боевики Которые проживают на севере в Триполи Там, в Триполи, из лагеря беженцев Очень известный, большой, не помню, как он называется Они бандитствовали и ограбили банк в Бейруте Вот, убежали туда, в Триполи И армия, по-моему, два месяца осаждала Этот лагерь и так и не смогла в итоге его взять При этом со стороны армии там погибло около 100-100 солдат Со стороны палестинских там террористов, боевиков погибли Тоже огромное количество людей Короче, во способности реально вести военные действия этой армии Они вызывают серьезное сомнение Поэтому надеяться на то, что армия станет той стабилизирующей силой В итоге в Ливане, которая сможет произвести стороны противобойствующие Или в данном случае захватить власть В случае чего, если это надо будет Да, чтобы предотвратить падение государственных конститутов Пока на это очень сложно рассчитывать В общем, друзья мои Мы сейчас продолжим в следующем сегменте Но ситуация очень непростая Мало того, что она непростая Она грозит нарушить серьезно баланс сил там сейчас, который есть И, естественно, баланс безопасности, который там присутствует Балансов пауэ и безопасности, который присутствует для стран Ливан окружающих Добро пожаловать в Северополитик Честерес И в тот момент все политические силы буквально Ливана объединились для того, чтобы Харири вытащить тогда из Саудовской Аравии Чтобы он был против того, чтобы он уходил в отставку И вот это был момент для Ливана уникальный в его истории Когда вдруг теоретически появилась возможность, что может быть Вот сейчас наступил тот момент, когда пора Ливану уже от этого конфессионального разделения модели отходить потихонечку Куда и становиться государством всех его граждан Под этим я подразумеваю реальные вещи, которые необходимо сделать Поменять Конституцию, чтобы не важно было Какой ты конфессий, христианин ли ты маронит Большая часть которых, кстати, уже уехала во Францию И после Гражданской войны Или в Канаду, в Монреале, вы можете их тоже в большое количество найти Потому как по-французски, либо в Ливане французский второй язык Потому как он был частью французского протоктората после Первой мировой войны Помните, я вам рассказывал, да? Что велояд, дамасский велояд, которым владела Османская империя Которым управляла Османская империя Он подчинение дамасского велояда было и вся Сирия И весь сегодняшний Ливан, и вся Иордания И, естественно, та территория, на которой сегодня Израиль находится То есть палестинская территория в тот момент, да? И после Первой мировой войны она была, эта вся территория огромная Дамасского велояда была в итоге разделена между двумя колониальными империями Между Англией и Францией И Англии досталась Палестин и Транс и Ордания Которая сегодня Ордания под английский мандат попала А под французский мандат попала Сирия и сегодняшняя Сирия, и сегодняшний Ливан Ливан тогда не был, он в 43-м году откололся От этой французской, из-под французского мандата Соответственно, французский язык является в Ливане распространенным языком И многие, естественно, христиане, которые богаче, чем другие их соплемения Сограждане, которые не в моронистской конфессии находятся, да? И им значительно легче было эмигрировать Когда ситуация экономическая и политическая была не очень спокойная Она никогда спокойная не была, но как бы в 75-го года особенно До 75-го года все было неплохо В общем, в общем Короче, единственный шанс, да, на мой взгляд, да Был вот из этой страшной, этой страшной парадигмы Которая все время над Ливаном давлеет, да? Это первый момент, да? Ну, есть же еще внешние игроки, опять же, Сирия Сейчас сегодня непонятно, кто больше на кого влияет Сирия на Ливан, на Ливан, на Сирию, впоследствии на Хизбаллы Но когда Сирия была государством, это было до 2011 года Так Сирия очень влияла и была активным игроком тоже на Ливанском поле То есть Саудиты, Иран, Сирия И, естественно, по своей территориальной близости, естественно, Израиль Теперь, значит, давайте скажем эти вещи, это важно Значит, самый главный сейчас для меня вопрос Какую в итоге позицию займет Хасан Насрава И в итоге поддержит ли он такую реформу А это шанс у Ливана на выживание А в мой взгляд, это единственный шанс Ливана на выживание Потому что в краткосрочной перспективе, даже если сейчас удастся Как-то этот кризис оливеет, да? То есть как-то его отвести в сторону Немножечко отсрочить развязку и момент истины Даже если сейчас удастся, в долгосрочной перспективе Сама эта система, она обречена Она обречена, и каждый раз будет все сложнее и сложнее собирать коалиции И каждый раз противоречия будут все сильнее и сильнее Недовольство нации сложной этой, как с военным пирогом И ливанской нации своим истеблишментом будет только расти И рано или поздно, если сейчас эту проблему Конкретно, глобально не решить То потом все равно гражданская война будет Можете мои слова отнести, как бы понести в банк и там положить Рано или поздно взорвется Надо этот взрыв предотвратить Как его предотвратить? Надо совершить акт, как бы сейчас Надо провести политическую реформу настоящую И я думаю, что шейх это должен понимать Его интеллектуальные способности не вызывают никаких сомнений ни у кого Будущее он умеет смотреть И я думаю, что рано или поздно Это правильный путь Лучше раньше, чем позже Потому что если гражданская война этого потребуется Никому от этого хорошо не будет Поэтому, еще раз Очень важно в этой ситуации Если как бы выбирать, да Выбирать правильную, на мой взгляд, правильную дорогу То нужно идти навстречу требованиям протестующих Как мы понимаем, разгон протестующих И стрельба в них еще никому нигде не помогла Только сделала вещи хуже Я думаю, Насрава видел это в 2011 году в Сирии И он понимает, что это такое К чему это может привести Это не годится Поэтому Хизбова должна, наоборот, поддержать реформы И попытаться пойти со всеми вместе на эти общенациональные выборы Отменить конфессиональное разделение Отменить пакт 43-го года Избрать правительство Как только как бы выбрать Произвести выборы в парламент Независимо от того, кто к конфессии принадлежит Это, да, серьезный акт риска Но это риск меньший, на мой взгляд Чем сейчас ввязать Ливан в гражданскую войну И Насрава уже сказал, что главное для него сейчас Чтоб хаос не начался Главное сейчас, чтоб правительство хоть какое-то существовало Чтоб не было вакуума власти Он уже все эти слова вчера и сегодня произносил Короче, шанс есть, но очень небольшой Теперь Есть еще вариант Каким образом можно эти протесты отвести в сторону Как известно Маленькая победоносная война Но в данном случае Маленькая победоносная война для Насрава невозможна И эта война будет самоубийством Я говорю сейчас, что теоретически Теоретически Вариант того, что шейх может начать военные действия против Израиля Для того, чтобы эти протесты Внимание нации от них отвлечь Возможно Но я думаю, что Насрава четко понимает Что это будет конец для Ливанского государства И так нехорошо, и так нехорошо Единственным нормальным вариантом здесь реформа Против этой реформы, конечно, будут выступать те силы Которые играют сегодня на Ливанском поле Одновременно и Саудит, и Иран Но, по-моему, для того, чтобы Ливанскому государству сохраниться И остаться государством Ему нужно сегодня плевать на мнение внешних игроков И делать то, что нужно для него самого Осталось дело за малым Чтобы истеблишмент сегодняшний Ливанский эту ситуацию осознал И если это произойдет, то, может быть, глядишь Тогда, да, и Ливан станет настоящей демократией Тогда у Ливана есть шанс на выживание Ну, а если нет, ситуация будет ухудшаться Для всех, кто с Ливаном граничит сегодня Это очень-очень неприятная ситуация Для парадигмы безопасности Которая и так-то, на самом деле, была непростой На севере Израиля И на юге Ливана И на Ливано-Сирийской границе И в Восточном Средиземноморье Друзья, большое спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов Вы слушали Бутик Политик До встречи завтра